Волейбольный локомотив впервые с начала пандемии провел матч при полных трибунах. Интерес болельщиков понятен. На кону выход в финал шести российской суперлиги. А в соперниках неуступчивый Урал из Уфы. Чем завершилось противостояние, Кристина Лат расскажет. Плей-офф в Новосибирске встречали с размахом. Трибуны пятитысячной локомотив-арены были заполнены практически полностью. Присутствие такого количества болельщиков забытое для волейболистов за сезон чувства. Очень приятно играть в полном зале. Давно этого не было у нас в волейболе. Совсем другие эмоции, адреналин. Настоящий уже плей-оффный. Не то, что когда приходишь при пустых трибунах в начале сезона играли. Конечно, так интереснее играть. Немножко подзабыли уже, как это. Локомотив и Урал завершили регулярный чемпионат на соседних строчках в таблице. Железнодорожники шестые, команда из Уфы сразу за ними. Оба матча, которые соперники уже успели провести, завершились в пользу локомотива. А в одном из последних туров регулярки новосибирцы и вовсе прошлись по уфимцам катком. Первый матч плей-офф такой легкой прогулкой не стал. Урал цеплялся за каждый мяч, навязывая хозяевам борьбу. Не самая чистая игра, но могу сказать, что есть еще остатки. Поднагрузили две недели команда и заметно, что сбили у них форму. Но сейчас отпускаем и надеемся, что медленно-медленно, шаг за шагом. Следующими играми будем выглядеть лучше. Все решили мелочи, в которых локомотив даже под физическими нагрузками явно оказался сильнее. Так, железнодорожники были стабильнее на приеме, а в атаке блистал Дражин Луборич, вновь став самым результативным игроком в составе локомотива. Сухая победа новосибирцев 3-0. Сегодня был чуть-чуть тяжелый день. Начинается плей-офф, задачу надо исполнить, чтобы пошли в мозг. Но первая игра, это всегда тяжело. Сегодня полный зал был, все это место, не так легко играть, но хорошо, что все получилось и что выиграли. Если локомотив продолжит в том же духе, то субботний матч станет последней домашней игрой сезона. Серия плей-офф длится до двух побед и в случае успеха. В ответной игре в Уфе 28 марта железнодорожники обеспечат себе путевку в финал шести. Его в этом сезоне принимает Москва. Динамо стала победителем регулярного чемпионата и хозяином решающей части турнира.